Субтитры создавал DimaTorzok Честное слово, абсолютно я говорю правду, честное слово Вот, получилась у нас замечательная выставка Мы через два раз победили пространство В том смысле, что наше маленькое помещение вместило много работ И, в общем, не навредило этим работам тем и самым Так что я поздравляю вас всех Поздравляю Олю, поздравляю Сашу Спасибо Очень капитальный, сказал так Ну, замечательно Давайте по порядку, по часовой стрелке Я тоже несколько слов скажу после Вадима Во-первых, я очень признателен Вадиму В том, что Вадим находит в себе удивительные способности Удивительные возможности И он их, эти способности, таким образом, видимо, в себе не только укрепляет и культивирует Но как бы и обогащает себя, и обогащает нас, художников Потому что, если вы посмотрите на календарь мероприятий, которые проходят в этом замечательном здании То вы можете заметить, что широта интересов Вадима, она очень разнообразна и многопланово, и многолико И здесь всегда все очень бывает настолько любопытно рассматривать И я каждый раз поражаюсь Вот такому удивительному движению души и темперамента Вадима Как он умеет выбирать художников Совершенно рады Абсолютно рады, разнообразно И какие у него мероприятия проходят И люди здесь, и Новодорская присутствует И режиссеры, и искусствоведы на этом пространстве Здесь все настолько, все здорово, хорошо Поэтому уже это пространство, оно уже, как говорится, намолено Вот теми событиями, теми людьми, удающимися людьми И поэтому выставить здесь свои вещи, наверное, в некотором роде и почетно, и приятно И вместе с тем ответственно И вот я думаю, что с этой задачей справились мы моменты И Вадим, что пригласил Олю И Олю тем, что она, как бы специально для этого дня Вот такую родила необычайную, на мой взгляд, красивую выставку Поскольку более человек способный, я знаю И она вот так откликнулась на призыв Вадима Показать здесь свои вещи Вот эти, вот она откликнулась вот тем, что она показала эти вещи А время наше, вы сами знаете, довольно такое непростое, оно сложное И поэтому такое название Эдемо, райский сад Оно может быть, и может быть, это название, оно говорит о себе больше, чем сама выставка И я думаю, что человек, прочитавший этот двадцатый райский сад Он может дать себе силы и желание разобраться, что же такое райский сад для души человека И я думаю, что вот этот призыв найти в своей духе райский сад, такой выставкой Я думаю, что Олей удалось, во всяком случае, для меня, я воспринимаю Олей на творчество Не как близкий человек, а как человек со стороны и объективно пытаюсь ее воспринимать И мне кажется, что вот эта задача, которую Олей перед собой поставила Или может быть, она и не поставила, может быть, это задача, она внутри, внутри художника Я думаю, что это явление, мне кажется, в душе Оли, оно как бы так притворилось в эти холсты И вы их видите Ну, я думаю, что вам они доставят тоже некоторые удовольствие хотя бы рассматривать, что же происходит с художником Потому что те, кто знают Олю, она, видите, человек меняющийся, и человек меняющийся Я думаю, что тоже очень приятно, что очень хорошо, что он как человек разносторонний смотрит на окружающий мир И окружающий мир влияет на мироощущение, мировоззрение Потому что вот это изменение в мироощущении, это укрепление в своих собственных позициях Вот таким вот образом, я думаю, что это здесь наблюдается, здесь должно подсказать С чем я, собственно, и Вадима поздравляю, Вадима поздравляю Я поздравляю, и тебя поздравляю Оля, взмущалась от того, что я... Просто мы не отрепетировали, поэтому Саша сказал абсолютно все, что хотелось сказать я Вот что он хочет Вот, да Но он сказал, конечно, более пространную и более красивую Я могу только чуть-чуть повториться, что я очень благодарна Владимир за это приглашение Потому что в этом доме было приятно бывать И приятно показывать свои работы И приятно встречать людей И хочу поздравить Катю и Антона, которые замечательно помогают Просто команда прекрасная Так все, я не буду сделан очень аккуратно, быстро, инфицированно Просто вот это заставили вам здоровье И спасибо, конечно, всем, кто пришел Как вы встречаете в эту погоду, на том, что без силы Идти на выставку Ну, может кто-то и так... А вы не скажете, я скажу, что у него... Я к большому удовольствию Прошу, что... Да, да, да Ну, что я могу сказать Я люблю Колина творчество, не знаю, всю жизнь И я поражаюсь, как она органично умеет меняться Ну, бывают люди вот так, раз и поменялись Вот как у нас некоторые живописцы были реалистами А потом, когда приходишь на выставку, они раз и все стали аксессионистами А у Оли совершенно замечательно идет такой вот длинный процесс Я понимаю, что, конечно, замечательная дочка Наташа Влиять на Олю и Сашу самым непосредственным и чудесным образом Я думаю, и Алиса скоро начнет влиять Но если серьезно сказать, что я... Ну, просто вот каждый раз это вот чувство восхищения Потому что, ну, кажется, что уже все знаешь, все, все видела Вроде бы как все видела Но не может быть еще что-то новое А потом сейчас смотрю, как вы сядете, вот эти работы Такое ощущение, что это новая работа Я еще не успела все посмотреть с датами Я ужасно волнуюсь, когда вижу там работу 2014 года Вот последнее, вот самое свежее Вот так, не знаю, может быть, вот так А может быть, я что-нибудь такое не доглядела в какой-то момент Я очень люблю бывать на выставках У Оли и Саши были замечательные выставки Что было в Петербурге, что было в Саратове И я считаю, что вот эта замечательная галерея Гинсбурга Это вот сравнить тем самым великолепным выставочным пространством Потому что она вмещает все, что... Ну, в конце концов, ведь не нужно, чтобы это было вот такое вот там гигантское Оно может быть наполнено Вот здесь вот такое чувство наполненности Такой красоты Вот той красоты, которую нам так сейчас присутствует в Петербурге Я тебя больно Люблю, благодаря тебе люди Как ты делаешь в Петербурге Вадим, вот среди нас здесь есть Григорий Травич Это человек, которого мы очень давно знаем Мы его очень любим Он очень хороший специалист и хороший человек Вот Может быть, этого будет и достаточно Но если Григорий Зрачь принесет сюда к нам Выйдет 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 Воскресенье 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 Выйдет Выйдет Я думаю, что Современная ситуация Воскресенье А предположение начинается с подлежащего, заканчивающегося, и сказывает практику. Я хочу сказать, что художник, где-то глаза и телевизор, замечательные глаза и телевизор, и главное художника, художественное сознание, вот что происходит в художественном сознании, это главное. В вашем художественном сознании удивительным образом органично сочетается и современное мышление, и вечность. И вот это вот сопряжение создает ваше искусство удивительно емким, глубоким и психологически наполненным. И я вспоминаю, что Анна Андреевна Ахматова говорила, что главное – величие замысел. Вот этот замысел, вот я вижу здесь удивительный внутренний значительный, ваше искусство очень глубоко и значительный. Она очень значительная. И воплощение, пластическое воплощение, оно адекватно этому замечательному замыселу. Спасибо вам, Анна Андреевна Ахматова. Я не буду говорить о живописи, так как все прекрасны, знают эту семью. Я просто хочу сказать, что я редко встречал такие семьи. Они постоянно вместе, они постоянно очень деликатные, очень приятные, на ощупь, так сказать. И все очень талантливые. И я так думаю, что между ними вот этот процесс творческий, да, мы постоянно в движении, постоянно в помощи друг другу. Ну, конечно, и в компликтах каких-то небольших тоже может быть. Потому что я знаю, что я тоже сын художника, но я тоже очень люблю. Поэтому я очень люблю эту семью. Сегодня твой день рождения в этой семье. Вот. И сегодня тебе все аплодисменты. Мало того, что ты замечательный художник, об этом мы, как бы, все это знают. Мало того, что еще и прекрасная, красивая и обаятельная женщина. Мало того, что ты замечательный художник, обаятельная женщина. Мало того, что ты замечательный художник, обаятельная женщина. Я просто знаю... Я эту семью знаю очень давно. И получилось так, что я только познакомился с ними через Матильду Михайловну. И я вот смотрю на эту прекрасную красивую живопись и думаю, как бы радовалась вот сейчас Матильду Михайловну. Я ее обожал и вас всех очень люблю. Спасибо. Спасибо. Это Лилия Сокуренко. Это художник и наш друг. Ну что, можно я... Два слова можно, не относящиеся, не совсем относящиеся к теме совершения. А просто формально я должен сказать, что примерно сегодня трехлетие нашего вот этого заведения. Ну да, плюс-минус девять. Да, надо детские велики. Так что я нас всех с этим поздравляю. Спасибо ребятам, Кате, Антону за самотверждение. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас за эту работу, которую вы видите. Нет. Именинный топ. Не знаю. Не знаю. На пятилетие. Топ еще. Не светит. Спасибо. Продолжение следует...